Новая сказка о золотой рыбке. Поскольку не в Сочи они проживали, курортникам комнат они не сдавали. Давно стариков позабыли внучата, и денег фальшивых старик не печатал. И жизнь их была тяжела да убога, всего-то и счастья, что море под боком. Старик не лентяй, да и сеть сохранилась, а рыба в ту пору в достатке ловилась. Пошел как-то раз старичок, как обычно, к холодному морю за рыбной добычей. Закинул невод в белесые волны, на берег присел в ожидании улова. Забывшись, уставился в небо рябое, да так и уснул под шипение прибоя. Проснулся старик от гудения и воя, на берег несется волна за волною. Старик ухватился за сеть, что из мочи тяжелую ношу из моря волочит. Богатый улов ему в сети прибило, и вдруг от сияния в глазах зарябило. Взгляделся старик, и в ногах стала зыбко. В сетях видит он необычная рыбка. Ее чешуя словно тысяча блесток, и златом сверкает корона с наперсток. И понял старик от волнения икая, что в сети попала царица морская. Пока от волнения старик оправлялся, из неба до голос девичий раздался. Послушай, рыбак, по вине провидения сегодня я пленница стала твоею. И как полагается царскому сану стоять за любую цену не стану. Проси о достойной царице награде. Проси о рубинах, алмазах и злате. С минуты подумав, старик отвечает. Конечно, награда твоя впечатляет. Кому же не нужны янтари да алмазы? Купить с ними можно и много, и сразу. Ни денег, ни злата мне даром не надо. Мне душу согреет иная награда. Прошу возвратить я царицу морскую в обмен на свободу. Мне силу мужскую. У рыбы аж ёкнуло что-то в гортани. Такого еще никогда не просили. Ну и сбуну титулную яхту в Венеции. Но чтобы меняли добро на потенцию. О, люди, о, нравы, куда же мир катится? Свихнулся старик, чтоб не быть каракатицей. Всем телом о волны ударилась силой. Из теми до пят старика окатило. И чувствует он вдруг в себе изменения. Поверить не может в штанах шевеления. Вдруг стали видны все приметы мужчины. И этой безвидимой внешней причины. Старик в нетерпение сети бросает. Всю рыбу назад в океан выпускает. Какая рыбалка едят её мухи. И резвым алёром несётся к старухе. Увидев супруга, старушка упала. Такого со свадьбы она не видала. Кому же лежащая баба не в радость? А силы у деда растут раз от раза. Доводит он бабу свою до экстаза. Воистину славно сработала рыбка. Забыты невзгоды, недуги, печали. Любви предаются супруге ночами. И утром их бодрость не знает границы. Засыпан амбар урожаем пшеницы. Дед новую избу в неделю построил. Такие хоромы, что царь недостоин. И баба отныне под стать ему тоже лицом и душой лет на сорок моложе. Как девка по дому кругом успевает. Метёт, пришивает, готовит, стирает. Старик теперь ходит в атласном кафтане. Вареники вилкой валяет в сметане. Гусятину с хреном вином запивает. И рыбку золотую добром поминает. Ни чары достатка, ни максимум власти никак не заменят энергию страсти. Пусть будет у вас эта мощная сила. И чтобы она вас навек вдохновила. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова